Месторождение Южное Хольчую в 12-й раз стало местом проведения конкурса профессионального мастерства. Лучшего из лучших выбирали в шести номинациях. За соревнованиями наблюдала и наша съёмочная группа. Иван Никонов с подробностями. В этом конкурсе участвует только лучший из лучших, так называемая элита, которая днями и ночами трудится на промыслах «Лукоил Севернефтегаза». Помимо местных участников, на Южное Хольчую приехали конкурсанты с четырёх нефтяных месторождений, чтобы побороться за звание лучшего. Сегодня у нас на месторождении Южное Хольчую организован, стартует конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий. Название лучшего работника в разных номинациях. В течение двух дней мы будем выявлять лучших в этих категориях. Пройдут практические занятия, пройдут проверка теоретических знаний. И на основании этих двух составляющих будут сделаны выводы о лучших работниках, которые в дальнейшем выступят на аналогичном мероприятии, конкурсе, но только уже на уровне общества «Лукоил Коми». Шесть номинаций, по которым вот уже 12 лет «Лукоил Коми» проводит конкурс профессионального мастерства. Слесоремонтник, оператор товарный, машинист технологических насосов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, электрогазосварщик, оператор по добыче нефти и газа. В 2016 году участвуют 43 работника. Всего два этапа. В первом нефтяников проверяют на знание теории. Сюда входит и техника безопасности. Иван Горелов, участник с месторождения «Варандей», рассказывает, справился быстро, главное не волноваться. Это он знает по собственному опыту. В 2010 году был в числе победителей. «Где-то 10-15 минут я что-то не засекал, устал рука писать просто». «Скажите, какой у вас уже опыт, сколько работаете?» «Я работаю 14 лет в нефтяной промышленности, 8 лет работаю машинистом технологических насосов. «А в конкурсе участие принимаете какой год подряд?» «Три раза я принимал участие в конкурсе, один раз занял третье место». Как отмечает комиссия, с теорией справились все. Второй этап – демонстрация профессиональных навыков. В номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа» соревнуются 8 конкурсантов. Продолжительность выполнения заданий не более 18 минут. Оценивается не только качество выполнения, но и скорость. В обязательные условия практической части конкурса входит проговаривание всех совершаемых действий. Как говорят профессионалы-нефтяники, они же участники конкурса профессионального мастерства, «Главное в добыче нефти – и теория, и практика». Небольшой курс теории я освоил, осталось дело за практикой. Поехали! Оператор Денис Ануфриев – уроженец поселка Харивер, уже опытный участник конкурса профмастерства. В нефтяной отрасли он трудится с 2002 года, в Лукоилкоме – с 2007. Опыт сказался, в этом году Денис подтвердил звание лучшего. Из отведенных 18 минут справился за 5 минут 15 секунд. И как результат – первое место. Я очень рад. Очень рад. А вы первый год выигрываете? Какой год подряд? Первый, я участвую уже в четвертый раз. Первые два года были призовые, потом отдых, сейчас опять призовый. Ну и такой вопрос, куда потратите премию? На детей. На детей? На жену, на любимую. Будете в следующем году участвовать? Ну, как обстоятельства, вот. Ну, постараюсь. Постараюсь, постараюсь. Победителей призеров наградили грамотами, денежными премиями и прибавкой к зарплате. Иван Никонов, Леонид Шишилов, телеканал «Север», Южное Хальчию. Продолжение следует.